Сидим в кафешке, улетаем в Рино. Муж хочет выпить пиво, а я красное вино. Привет, я в отеле, уставшая как собака, невыспанная, с синяками под глазами, но хочу все-таки рассказать о нашем приезде сюда, в этот город, это Рино, запад штата Невада, о своем перелете, о своем впечатлении. Первым, оно было ужасным, перелет был очень тяжелым, потому что мы летели 5 часов одним рейсом, и полтора часа другим рейсом, рейсы задерживались, самолет был маленький, полностью набитый пассажирами, сиденья были по три ряда с каждой стороны, узкий проход, даже странно было, как вообще это... Машинка, таким маленьким он выглядел, поднимается в воздух, с таким количеством багажа и пассажиров. Кроме того, мы попали в грозу, это была ночь. Перед вылетом я поругалась с своим мужем, конфликт возник на почве, почему я, собственно, делаю видео на YouTube, что это занимает много времени. Муж хотел, видимо, внимания, а я уселась в кафе перед вылетом в аэропорту и стала набирать себе видосы. Муж разозлился. Ну, в общем, слово за слово. Я, конечно, тоже вспомнила все хорошее. Урина летела страшно расстроенная, и когда мы попали в грозу, думала, а черт с ним, упадем так, упадем, типуми на язык, фу-фу-фу-фу, три раза, не наша зараза, но нельзя так думать из-за любого пустячного конфликта. Потом мы с мужем помирились и сейчас прекрасно проводим время. Но это было потом. Второй серией моего недовольства было поселение в гостиницу. Приехали мы в 4 часа утра. Да, еще хочу сказать, что удивило обслуживание в аэропорту. Вообще безупречное. То есть все тебе подадут, отвезут. Есть бесплатный трансфер из аэропорта в гостиницу. Большие сумки никого не пугают. Очень все вежливо. Это было плюсом, конечно. Но когда нас поселили в гостиницу, я пришла в шок. И сейчас расскажу обо всех прелестях гостиничной американской жизни. Сюрпризом первым было то, что номеров для курящих здесь нет. Когда-то были, еще висит рекламка в интернете. Я надеялась, что мы поменяем номер на номер для курящих. Потому что мы с мужем двое курим. Меня вообще этот факт очень возмущает. Потому что должна быть свобода выбора. Хочу курю, хочу не курю. И должна быть, соответственно, хорошая вентиляция. Разворачиваю, показываю все как есть. Вот начнем с того, что окна все закупорены. Ничего не открывается. Висят вот такие вот колодки. Наглухо все забитое. Ну, я так предполагаю, что это для того, чтобы предупредить список самоубийств. После большого проигрыша. Вторым фактором была грязь. Постель сомнительного качества. Вот такие вот простыни непонятные разных размеров. Между ними пледик. Потолок. Там вот они даже не исчислили старую штукатурку. Просто заляпали это побелкой. Тут, естественно, карпит. Называется так. Пыленакопитель. То есть, это вот такой дешевый вариант. Ну и ванная. Ванная тоже грязь. Вот осталась даже волосня чья-то. Это ужасно, конечно. Американский как бы стиль. Вот такие вот душики. Которые обмывают до половины. Остальную половину. Хорошо, что я запасливая. И привезла вот такой вот ковшик. Душ, кстати, слабый напор. В общем, вода еле-еле. В ванной, естественно, мыться нельзя. Потому что для этого ее придется хлоркой обдавать. Но, естественно, хлорку я не взяла. Ну и постоянно здесь были какие-то звуки. То есть, никакого покоя. Ничего. Вот это вот не гром небесный. Это так. Включается кондиционер в местном отеле. Дом построен, видимо, в 1926 году. Ему почти 100 лет. И чтобы как-то его осовременить, Пустили вот такие вот системы. А вот этот вот стук из номера над нами продолжается уже. Вот сейчас 5 часов. Стук не прекращается. Целый день. Я просто уже не знаю, куда бежать. На улице очень жарко, очень уставшая. Мы летели с пересадкой. Плюс смена часовых поясов. Это, в общем-то, для организма стресс. То есть, если у вас тяжелый перелет, а перелет в Рино может продолжаться до 14 часов, не рассчитывайте, что вам удастся отдохнуть. Что у вас получится отоспаться в спокойной обстановке. А еще такой американский прикол. Мы когда приехали, заселились в гостиницу, вот эти все простыни были подогнуты в середину. И чтобы влезть, укрыться, к тому же я купила футболочку. То есть, нужно было вот это все оттуда выдирать. Вот так вот. Иначе открытая зона была только здесь. Вот почему-то они так кровати заправляют, что вот это все подсовывает под вот этот вот матрас. Вот это вот все было вот так вот наглухо зашито. Вот так вот туда запихнуто. Вот это считается такой вот, не знаю, модой что ли у них. Вот у мужа до сих пор там запихнуто. Мне нужно, чтобы было все свободно, чтобы я укладывалась так, как я хочу. Я люблю вообще одеяло между ног ложить, чтобы ноги не прикасались друг к дружке, коленке. Поэтому, чтобы заснуть, нужно было все это вытаскивать. Ну и, конечно же, американские подушки. Вот эти вот дрова называются американской подушкой. Никаких пуховых подушках, речь, конечно, не идет. Там в середине синтепон, потому что подушки на самом деле, хорошие подушки в Америке довольно-таки дорогие. 60 долларов могут стоить, а вот этот вариант где-то от 10 до 15, ну, может, до 20 долларов эти подушки. Они здесь в Америке тоже очень распространены. Американская фишка еще вот эти вот серванты с полками такими вот выдвижными. Не знаю, кому нравится, кому не нравится, мне не нравится. И здесь такой вот холодильник обшарпанный. Маленький, ну, в общем, номер такой себе. Сейчас выйду, пожалуй, покажу отель сам. Вот экскурсия по отелю начинается. Хочу показать вот такой вот бочонок. Сюда набирается лед. Почему я это показываю? Потому что покажу сейчас. Там стоит автомат для льда. Это я. Выходим. Дверь автоматически закрывается. Сейчас покажу один прикол. В общем, когда я поругалась с мужем, я не могла открыть свою дверь. Вот такие вот ключи автоматические. Я вставила, и мигает красная. Муж объяснял, что должна мигать зеленая кнопочка. Я вынимаю, дверь не открывается. Я опять вставляла карточку. Мигала красная лампочка. Дверь не открывалась. В общем, я минут сорок этим занималась. И не хотела принципиально звонить своему мужу, потому что обиделась на него. Оказывается, нужно просто вот так вот ставить, выставить. И дверь тогда откроется. Это я показала для таких лохов, как я. Это холл отеля. Там лифты. А здесь вот стоят автоматы. И вот здесь вот можно набирать бесплатный лед. Вот здесь вот нажимаешь на кнопочку, и оттуда сыпется лед. Лед сыпется в тот бочонок, который я показала, который стоит в ванной. Этот бочонок предназначен для шампанского. Ну, и так можно праздновать. В отеле живут спортсмены, которые участвуют в соревнованиях. Вот, это вот девочки так помечают свои двери. Здесь Белла, а там не могу прочитать. Лиах какая-то. И что мне понравилось? Здесь скоростной лифт. Вот я рассказываю, что понравилось, что не понравилось. Нажимаешь кнопочку, сейчас где-то загорится зеленый свет. И лифт приедет. Пока ждем лифт, говорю дальше, рассказываю. Вот этот клоун меня очень раздражал. После всех этих, после всей этой грязи в отеле, стены здесь очень проницаемые. Все слышно? Вот, я еду на 10 этаж. Чтобы спуститься на 1-й, нужно нажать эту буковку L. Кстати, в лифте тоже видеокамеры, зеркало, поэтому сексом заниматься здесь нежелательно. вот у меня площадь и сутка. Там стоит видеокамера везде. Это холл, очень много людей, сейчас выходные, и людей прибывает. Туда выход в кафе, здесь выход в казино, и вот так вот все тянется, тянется очень далеко. Кафе, рестораны, автоматическая дверь, и здесь собственно парковка. Суперс, сервис. И возвращаемся. Кстати, сувениры здесь на порядок дороже все. В магазинах можно купить все значительно дешевле. я показываю отель, там администраторы сидят. Вот еще видос. Это вид из моего окна, вертолетная площадка и стоянка для машин. там вот мотоциклист только что круги наматывал. Показать небо из моего окна, закат, красота какая. Эти горы, кстати, называют американскими Альпами. Здесь очень чистый воздух, курортная зона. О, как красиво. Вообще, конечно, я заехала очень далеко, даже не верится. Разница во времени, если в Мэриленде разница во времени составляет 6-7 часов, Украина-Европа, то здесь 10-11. И вот здесь, находясь так далеко от Украины, я вдруг почувствовала такой кайф, что я больше не думаю об этой политике, о том, что творится. в мире я переживаю только о том, чтобы успеть все оббегать, посмотреть. Ну, все, такие мои приключения. Подписывайтесь на канал. Все, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok